Друзья, новое шоу «Пятиминутка» на канале шеф-повар Сергей Кротов и шеф Глеб Левицкий. Разбираем сегодня очень крутую новую тему, которую предложил Глеб. Это я. Глеб, какая тема? А тема у нас следующая. Зачем поварам, шеф-поварам с шефом ежесними ходить в плохие рестораны? Плохие, подчеркну два раза, плохие рестораны. Итак, заводим таймер на пять минут. Все всегда обсуждают крутые рестораны, топовые, супер-шефы, супер-рейтинги. Но есть ведь и низ, есть и низ. И Глеб говорит, вот эти рестораны, вот низ, нужно посещать в первую очередь. Обязательно. Не то, что там находятся, а вот именно в самом низу. Глеб, почему нужно быть на дне? Годи, нужно быть на дне. Не для того, чтобы поддерживать конкурентов, а по моему мнению и по моему опыту, надо ходить в плохие рестораны, потому что самый лучший опыт, который усваивается человеческим мозгом, ну просто человеческой природы так устроены, это плохой опыт. Вот пришел, представляешь, что ты плохой ресторан. Вот ты знаешь, вот ты зашел на все сервисы, которые собирают эти... Ну, одна звезда, там вообще минус, минус две звезды. Минус звезда. Она не откроется никогда, но он работает. Да, вот так, вот так. Вот ты пришел с таким хорошим настроением, думаешь, сейчас я, блин, кофе выпью, горячий кофе с мясом, шашлык хотя бы. Думаешь, шашлык-то не испортят они, да? Да, и ты, ну, и там находятся на Руси умельцы, которые профессионально. Ну, ты заходишь такой, и такой раз, у тебя этот, что там? Сначала, да, прилип к столу, начинаешь руку вот так вот отлипать и думаешь, блин, так вот для чего меня заставляют там столы протирать, ну если бы там официант, условно говоря, ага, понятно. Так, и тебе приходит очень недовольный человек, прям вот максимально недовольный. Назовем его официант. Ну, разносчик. Ну, там, блядь, если кто-то носит, официант, это такая уважаемая должность, которая действительно... Да, разносчик. А там прям разносчик, он или, знаешь, как назвал, кидок-меню. Ну, он просто проходит и такой, знаешь, не останавливаясь, просто в лицо вот так кидает это меню. Говорит, готов... А, фишка вообще. Он проходит, кидает и говорит, готовы сделать заказ? Ты вообще только пришел еще, ну, руку от стола не оторвал, липкий стол, и он готов сделать заказ, и ты говоришь, ну... Сейчас руку отлеплю и читаю меню, да. Пока не готов, да. Он говорит, я приду, и ушел, короче. Да, причем ушел, стал напротив барной стройки поговорить. Там, с коллегами, и вот так вот смотрит. Ну, тебя обсудите, естественно. Газел пришел, пришел опять час. Чай закажет, блин, короче, и все еще что-то. И шесть кипятков, блин, и с хлебной корзиной пойдет. Ну ладно, я к чему все это говорю? То, что такие вещи, когда происходят с вами, когда вы их ощущаете на собственном опыте, они намного больше въедаются в ваш подкорпанно головного мозга, все это записывается. Если вы спросы на уровне чувств понимаете, почему так делать не нужно, вы получили плохого, получили неприятные эмоции, непозитивные. Позитивные эмоции, они быстро забываются. Пришел, вкусно поел, ну и что? Даже неинтересно. Слушай, ну о плохом, наверное, чаще говорят. О плохом чаще говорят. Вот они почему эти рестораны выживают, там какой-то трэш происходит, думают, что надо сходить. Все, наверное, обсуждают, и другие говорят, вкусно, надо сходить. Ну неужели там настолько хреново? И как бы идут туда, они чувствуют весь этот сервис, холодную еду, горячую еду. То, что должно быть горячим, у них холодная. Неравномерную прогретую микроволновку. Да, и передают это, говорят другим товарищам своим, слушай, ну там вообще трэш был. И как бы, ну и все идут туда, получается. И все идут туда, чтобы этот трэш был. Да, а для опыта это действительно круто, потому что если ты пережил сам это самостоятельно и почувствовал вообще, да, насколько вот может быть хреново приготовлена говядина, то потом ты, когда ее касаешься, мне кажется, это прямо сидит в голове. Да, и ты прям берешь каждый стейк, вспоминаешь то, что с тобой было, ну что ты это пережил, ты понимаешь, что ну не надо людям... Что ты это пережил. Да, это особенно полезно поварам, потому что для меня повар живет в мире, ну большинство поваров, я не говорю про всех, большинство живет в мире, что вот они отдали блюда, на раздачу поставили, и все, там нету, не существует ничего. Оно куда-то ушло, и все, это меня не касается. И это меня не касается. Ну пропадает, им кто ничего не делает. Как будто там человек с ним постоял минуту, дошел в тарелку на мою... И новый человек приходит и говорит, давай еще, еще, и так. И все прикалывается, вот это, там, как чайки, да, говорят, прилетели, да? Прилетели, электричка приехала. Ну, вот. И поэтому, вот когда вы подождете 40 минут блюда, ну 40 минут в лучшем случае, часа 4, его принесут, вообще сначала им принесут не то блюдо, вы там заказывали говядину, вы принесли, я не знаю, куриный паштет, то есть через 55 минут, говорит, я его не заказывал, они вам его переделывают, переделывают плохо. А потом оказывается, что из двух блюд, которые вы заказали, через 2 часа вы узнаете, что второго нет, а второе блюдо наверняка вашей девушке. Уже настроились, да, и вечер завесит от этого, понимаете? Весь вечер просто пойдет под откос. Все, она 2 часа ждет, она не получает то, что она хочет получить, вы тоже не получаете то, что вы хотите получить. Ваше блюдо приносят. Вы говорите, ну давай я поделюсь, чтобы как-то скрасить. Как-то спасти вечером. Спасти вечером. Вы начинаете делиться, пробуйте первый, понимаете, что лучше бы не делились. Лучше бы сходить во все известные послоды, чем вот этого. Лучше бы не делились. Да, и следующий получается, ну, вот он, там эффект, да, то, что вы почувствовали. Это очень круто, на самом деле. Я тоже так считаю, потому что я в свое время посетил огромное количество плохих ресторанов. Сейчас у нас время закончилось, я просто хочу подытожить. Вот, и сейчас, когда я стою на раздаче, я отдаю себе отчет о том, что я делаю, как это повлияет на эмоциональную составляющую, насколько может быть неправильная организация, как и сервис, как и кухня, повлиять вообще на общее впечатление человека о ресторане, о заведении, о кафе, без разницы. Но благодаря именно посещению плохих заведений, я создал себе огромный, колоссальный опыт, как делать не нужно, и главное, почему так делать не нужно. Друзья, посещайте плохие заведения и становитесь лучше каждый день. А с вами был Глеб Левицкий и Сергей Крутов. Друзья, до новых встреч, колокольчик вот здесь, подписка вот здесь. Обязательно пишите комментарии для новых тем и новых разборов.